МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске. Это время вечерних новостей. На канале ОТС в студии работает Екатерина Тихомирова. И сегодня в выпуске. Техника простаивает уборочная под угрозой срыва, когда в Ордынском районе устранят последствия паводка и восстановят дамбу. Полосатые, круглые, сочные жители Сузуна к импортозамещению готовы, когда сибирские арбузы на экспорт пойдут. Усовершенствованный Ан-2 готовят к международному авиасалону, чем удивит искушенную публику кукурузник из Сибири. Сейчас об этих и других событиях подробно. Новосибирская область – регион дотационный, но лишь частично. Сегодня министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко рассказал об основных расходах и доходах области. Из 116 миллиардов рублей в годовом выражении по плану на 15-й год расходной части бюджета, 101 миллиард – это те расходы, которые мы производим исключительно, ну скажем так, без вовлечения целевых средств федерального бюджета. В рамках федеральной поддержки региона нашей области выделят чуть менее 4 миллиардов рублей. По словам министра, в целом исполнение бюджета идет по плану. Налоговая недоимка по всем статьям в пределах нормы. Лидеры налоговых отчислений в бюджет прежние – банковская сфера, транспорт, связь, торговля, недвижимость и обрабатывающая промышленность. Однако большие сложности для развития предприятий сегодня создают дорогие кредиты. Другим темам. Урожай на одном берегу, сельхозтехника на другом. В Ордынском районе фермеры обеспокоены. Уничтоженные стихии проезд через реку разделил поселок Шарап на две части. Люди вынуждены изобретать самые невероятные способы, чтобы попасть с одного края обрыва на другой. Почему разрушенную еще во время паводка дамбу никто до сих пор не восстановил? Разбирался Александр Могилин. Посчитали более 10 фермерских хозяйств, которые отрезаны от полей. Причина для беспокойств – это огромная яма прямо на дороге в поселке Шарап. Новый асфальт здесь уложили в прошлом году, но нынешней весной паводок разрушил дамбу, а с ней и проезжую часть. Фермеры в панике. Техника у них на одном берегу, а поля на противоположном. Чтобы нам сейчас попасть на уборку, нужно пройти по федеральному мосту. По габаритам мы не проходим. Это лишение прав до полугода. То есть мы остаемся с техникой на правом берегу, поля на левом. Мы не можем выехать на уборку. Сельхозпроизводители предлагали властям Ордынского района помощь, в том числе и финансовую для восстановления дамбы, но получили отказ. К делу подключили местного депутата, поскольку страдают не только фермеры, но и все местные жители. При разрушении дамбы от паводка село разделилось на две части. Это жизненно важный объект, который соединяет магазины, инфраструктура, ну и как бы все остальное. Но почему-то восстанавливать жизненно важный объект и возвращать дорогу никто не спешит. Обрушившиеся конструкции стоят заброшенными уже несколько месяцев. Добраться к центру поселка невозможно ни на автомобилях, ни пешком. На пути встает река. Чтобы перейти с одного берега на другой, людям приходится делать порядочный крюк в несколько километров. Сельсовети объясняют, денег на восстановление дороги в бюджете маленького поселка нет, а районные власти финансирование не дают, ссылаясь, что объект им не принадлежит. Мол, ремонт – нецелевое использование бюджетных средств. При этом дамба и дорога расположены на территории Ордынского района. Чем не цель восстановить и обеспечить должный проезд жителей своего же района? Это должны были быть свободные деньги, либо какие-то дополнительные доходы. Поэтому в случае такой экстренной ситуации, скорее всего, это затруднительно даже для района. Специальная комиссия признала ситуацию чрезвычайной. По краям обрыва установили блоки и дорожные знаки. Этим и ограничились. Дальнейшая судьба дамбы и дороги по ней выглядит весьма пессимистично. Александр Могилин, Константин Менин, Новости ОТС. Шесть предприятий Новосибирской области предложили в период действия международных санкций свои проекты по импортозамещению. Речь идет о таких сферах, как медицина, атомная промышленность, электроника и приборостроение. Производителям окажут поддержку 150 миллионов рублей. Кроме того, в текущем году ряд предприятий откроют новые производственные площадки. По словам заместителя губернатора Сергея Семки, в первую очередь поддержат тех, кто действительно способен составить конкуренцию зарубежным производителям. Многие из них войдут в программу реиндустриализации экономики региона. В сентябре, я думаю, будет принята программа реиндустриализации. Сегодня работают те творческие коллективы или рабочие группы, которые будут выдвигать те прорывные проекты, которые будут обсуждаться, которые станут, будем говорить, основой для принятия в целом программы реиндустриализации. С импортозамещением в сфере продовольствия ситуация несколько иная. Продуктовый эмбарго привело к росту цен и снижению качества продукции на прилавках. Однако сельхозпроизводитель рук не опускает. Готовы поддержать жителей области не только мясом, а овощами местного производства. Ну и, например, арбузами. Из Сузунского района, где одна бахча все село кормит, сюжет Евгения Емельяновой. Крапива и лебеда в человеческий рост. Несколько домов и тишина. Кротова, на первый взгляд, богом забытая деревня. А ведь когда-то здесь был совхоз. Работали люди. Сегодня здесь живут всего четыре семьи. Ближе к цивилизации перебраться не торопятся. Говорят, для нормальной жизни есть все необходимое. Недалеко от деревни у Абрамовых бахча. Там выращивают арбузы, которые прославились по всему Сузунскому району. Ничего никогда не удобряем. Потому, я говорю, и нашими арбузами только лечиться. Ведь в Средней Азии были санатории в советский период. Лечение, арбузное лечение. Это прочистить из внутренности. Василий Дмитриевич говорит, здесь его душа. Когда народ стал перебираться поближе к центральной усадьбе, посоветовался с сыновьями и решили жить и трудиться на родной земле. Мы уже освоили это дело. Раньше вот здесь артель или колхоз был, они столько садили или даже меньше. А мы нынче семья столько садим. Так и должно быть, чтобы все работали и все будут богатыми. Чтобы арбузы росли всем на радость, есть несколько секретов. Во-первых, каждый год меняют участок. Во-вторых, есть сорта, которые на этой земле стабильно растут и дают плоды. Было, вот рекорд доходит до 10 килограмм. Над западными санкциями здесь только смеются. Говорят, свое всегда лучше. Пока арбузы не созрели. Но недели через две Абрамовы уже привезут их на Сузунский рынок. У нас вот в прошлом году урожай был, ну, средний урожай был, арбуз. Но арбуз очень хорошо вызрел. У нас в Сузуне взяли арбузов на 347 тысяч взяли. То есть, как бы продали, это только продали. Плюс к тому, помимо этого бартер был. Ну, и сами покушали. Кому надо, дали. Друзьям, товарищам. Помимо бахчи разводят крупнорогатый скот. Сейчас у них 70 голов. Местные буренки пасутся сами. Домой возвращаются только к вечеру. Абрамовы признаются, скучать не приходится. Это не как на производстве. Вот, допустим, каждый день одно и то же. Да, пришел, тот сделал, ушел опять там. Тут-то хорошо. Евгения Емельянова, Сергей Кушаков. Новости ОТС. Продолжаем выпуск. В Новосибирске в одном из дачных обществ упала опора. Линии электропередачи владельцы садовых домиков уже больше недели сидят без света и воды. Ситуация разбиралась наш корреспондент Елена Кинт. Нет, ни горячий, ни холодный. Потому что не работает насос. Уже восемь дней в доме Ильяса Магараглы нет электричества. Обесточенный холодильник, испорченные продукты, черный экран телевизора. Первые три дня, надеялись, вот-вот-вот дадут. Все, где-то тысяч на десять мне мясо закупал. Морозилка там, морозилка стоит. Все пропало. Вот генератор принес, по-новому затарил. Это пять человек, семью кормить надо. Мне помного надо. 250 домов оказались без света из-за того, что рухнула опора линии электропередач. Ситуация осложняется тем, что сама линия проходит по территории частного предприятия. Поставщики энергии говорят, они просто не могут восстановить этот столб. На линии передач авария и, к сожалению, на территорию, где проходит эта линия передач, через которую проходит, для восстановительных работ нас не допускают. Автомобильным транспортом была повреждена эта опора. Как сказал выше, нас просто не допускают. Мы написали заявление в полицию, в прокуратуру. Прокуратура обещала разобраться, но, к сожалению, в драку не можем позволить себе лезть для производства восстановительных работ. В драку уже готовы ввязаться местные жители. Они тоже обращались и в прокуратуру, и в полицию. Сегодня собрались в очередной раз. Постараться решить проблему. Живут постоянно здесь. И бабушки, единственное, что у них для еды, что они выращивают на этом огороде. Нет поливочной воды, нет электричества. Что делать, мы не знаем. Идут уже до крайних мер. Каждая семья, допустим, там 2-3 тысячи тратит. Чтобы там на неделю, там на две. Теперь вот у всех это все пропало. Это не 100 рублей, не там не тысячи. Это несколько сотен тысяч рублей улетело просто. Я не знаю, как это быть. Уполномоченному у нас председатель звонил и по защите детей. Кто нам может помочь? Все отнекиваются. Суд, прокуратура, все отнекиваются. Пока суд решится, у нас все погибнет. В итоге решили. Если в ближайшие дни свет не загорится, люди готовы перекрыть федеральную трассу. Поставщики энергии говорят. Можно все починить за несколько часов. Но два хозяйствующих субъекта пока не могут договориться. Энергии нет. Елена Кинт, Александр Егоров, Новости ОТС. Уникальная машина сегодня поднялась в небо с аэродрома завода имени Чкалова. Свои новые летно-технические характеристики демонстрировал усовершенствованный Ан-2. Самолет будет представлять Новосибирск на международном авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском. И, как уверяют конструкторы, эта модернизированная модель Биплана может стать первой ласточкой на пути возрождения малой авиации в стране. Самолету еще не присвоено имя, но между собой разработчики называют его легенда, за полетом которой и наблюдала наш корреспондент Ольга Рязанова. Обход самолета перед вылетом и в небо. На этот раз испытания летно-технических характеристик нового Ан-2. Определение дальности полета и расхода топлива. За штурвалом Владимир Барсук, директор Сибирского НИИ авиации, летчик-испытатель, освоивший 23 типа самолетов, вертолетов и планеров. Барсук стал широко известен после того, как во время Парада Победы поднял в небо восстановленный истребитель времен Великой Отечественной войны МиГ-3. Именно под его руководством старый кукурузник Ан-2 перевоплотился в совершенно новую машину. В родной корпус была установлена новая начинка, которая позволит самолету перевозить груз в 2,5 раза больше и летать на 50% быстрее. Кроме того, изготовить такой самолет будет в 5 раз проще, чем обычный Ан-2. Новый самолет пробыл в небе около часа. После приземления вынесен вердикт. Испытание прошло успешно. Замечаний нет. Скоростные характеристики. Расход топлива лучше. Максимальная скорость была 280 на проходе. Скорость уже с трудом достигается. В общем, устойчивость хорошая, управляемость хорошая. Новая авионика, современная система GPS, навигация GLONASS, новейшее оборудование. Так будет выглядеть новая модель Ан-2. Авиастроители говорят, уникальные самолеты позволят выполнять полеты в сложных метеоусловиях в любое время суток. Производители уверены, такая машина найдет своего покупателя. На московском салоне авиастроители надеются найти рынок сбыта и запустить самолет в серийное производство. Ольга Рязанова, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Новосибирские ученые разработали уникальное средство от комаров и мошек. Препарат абсолютно безвреден для человека, не имеет запаха, а сделан из грибов. Сейчас в лаборатории находится моя коллега Екатерина Каменева. Она готова рассказать все подробности. Екатерина, вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Я нахожусь в лаборатории патологии насекомых. Здесь разрабатывают уникальный препарат для уничтожения вредных насекомых, таких как комары или колорадские жуки. Препарат состоит из грибов и бактерий. Основным механизмом действия препарата является токсин, который абсолютно безвреден для других животных и даже человека. Препарат эффективен в использовании, гибнет около 95% популяции всего вида. Подробнее мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо. Екатерина Каменева о новом средстве от комаров и мошек, которое разработали новосибирские ученые. Предстоящей ночью новосибирцы смогут наблюдать самый яркий в этом году метеоритный дождь. Августовский звездопад вызван ежегодным прохождением Земли сквозь хвост кометы Свифта Тутля. Когда Земля пролетает через этот хвост, метеороиды пронизывают атмосферу со скоростью десятки километров в секунду. Разогреваются, испаряясь, вызывают яркое свечение, которое называют метеорами. Самые крупные из них сгорая оставляют на небе след, который может быть виден в десятки секунд или даже минут. На пике потока Персида его активность, по прогнозам астрономов, может составить до 100 метеоров в час. На этом все. Итоговый выпуск новостей в 21.30 проведет моя коллега Ангелина Леденева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok